И снова вечерний покер! Новая игра, новые участники! Давайте же скорее с ними познакомимся! Рэп-исполнитель, участник проекта «Песни» Второй сезон на ТНТ Арсен Антонян Ведущий телеканала Матч ТВ Илья Трифонов Певица, бывшая участница группы Be Free Дарья Карпина Стример и киберспортсмен Дмитрий Финаргот Плюснин Первый русскоязычный покерный стример Леонид Лебронько Логунов Двукратный победитель отбора на участие в вечернем покере Батор Дашиян Жибон Всем приятного просмотра! Вечерний покер Не вставить пять копеек, потому что... Держись в руках Да Профессия обязывает Пытаться вклиниться и вставить пять копеек свои То есть всегда хочется тоже быть ведущим... Чекая, двести поставить, например Не знаю... Пора уже, думаешь? Сейчас должна быть шутка тогда... А страдл можно поставить? Ну так что, зашути! Не буду пока! Приберегу! Страдл, я думаю, можно! Пяти копеек мне сегодня, наверное, не удастся и куда-то воткнуть, Учитывая, что у нас комментатор телеведущий в кадре, первый в истории стример Здесь, в общем, ребята сами за столом справятся Сто тысяч, да? Сто тысяч, да? Громкий чек Тихий чек Четыреста Агрессивный чек Четыреста Будем Джентльманский Ты прям король был, получается? Ну ты используй карточку и узнаешь На самое время Или король у вас дома? Король дома А может быть, удастся где-то поговорить? Ладно, сейчас Илья раскачает Я же девочка единственная за столом Поэтому могу прикидываться кем угодно Но не единственная в семье, насколько я знаю Да, 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 поэтому я не буду рассказывать, кем я карпин Дарья тоже обладает отличным чувством юмора, отличным голосом, но я думаю, многие из вас Подписаны на инстаграм и... Я забыл, карту класть надо В целом прекрасно Дарью Карпину знают Спеть у нас может Арсен Я вообще не вспомню составов, чтобы у нас не было Исполнителей музыкально Битва Король 4 Любимые руки Фенаргота Нет, пока слишком тихо Марафон Поэтому пока силы не трачу А у нас каждый час будет пункт питания У нас пункт питания Король 4 у меня было Я просто вот ожидал, например, когда Миша Минтон пришел Этот стример такой сейчас известный Он обычно очень смешно комментирует раздачи И когда на шоу-дауне видит руку оппонента Он прямо ему такую характерную Такой эпитет выписывает Ну ты же опять там кнопки жмешь, получается, что ли И опять пьяный играешь Я думаю, вот он на вечерний покер придет Как было бы прикольно, если бы он так же за столом Ну, а он, Леонид А он нет, он и снялся Так и я Не, ну мне нужно немножко освоить Сейчас пульс, видишь, там Я смотрю вот пока на пульсы У меня задача выйти в тройку самых спокойных людей стола Потом можно начинать шутить Кол 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 Просто Все-таки первый раз Да ладно, Леонид, не стесняйтесь Вы у нас много где выступали в кадре Сейчас будет подходящая ситуация Нужно будет пощупать, как оппоненты реагируют на изолейты На свизы Осталось понять только, что это Уговорил Илья, по сути, Леню не делать этого Хотя Король Валет рука подходящая Но в таких глубоких стеках мы все-таки хотим Если уж и разгонять банки беспозиты Что с мастевыми связками И паспорта ни у кого нет Чек Это мое А, получается, что действительно нет Чек Чек Тысяча Тысяча Зачем ты десять тысяч бросаешь? Кажешь тысяча Тысяча, ну я сказал тысяча Повезло, что сказал Пас Ты сейчас обладатель ТУЗА возмутился? Ну да Давайте десять засчитайте Ну пас, пас У меня так была тоже история Где-то на каком-то турнире тоже У меня каре Я сижу такой Сколько бы поставить, чтобы не спугнуть Сколько бы поставить И такой Фишки беру Они у меня одной стопкой стояли Уже мало оставалось Я так беру И у меня прилипает самый высокий номинал снизу Я его не вижу Как бы я хочу поставить две тысячи А в итоге ставлю двенадцать тысяч в банк Две тысячи Но ты его действительно не видел Не видел Ты его прилипил Не, не видел Он просто прилипло как-то Я не знаю Фишки, может грязные были или что-то И я как бы кидаю Две тысячи Мне разучил Двенадцать тысяч Я двенадцать тысяч поставил? Да не может такого быть А Панин говорит Вот ты актер Хочешь меня типа добрать по максимуму Выкинул, конечно Но мне кажется Ты плохо изобразил тогда Что это получилось случайно А я не знал Не гряну свой мисклик замаскировал максимально А я не знаю Надо было вот говорить, что случайно Или так и хотел Я еще в карту не положил Ну я тоже не положил, точно Забываю Так, ну вот теперь давайте Посмотрим Как у нас Рейс пошел? Ну да Наконец-то Просто Одна тысяча шестьсот Ну тогда такого не было Просто реакцию понять Раз Поборемся Я думаю, Дарья тоже не выбросит Девять восемь мастевые О нет, выбросила Конечно, с такой рукой в мультипоте Лучше было бы поиграть Ну чем, например, с какими-нибудь Туз-10 разномастными Но оказался права Чак Илья много играет В последнее время Когда это самое время у него есть Свободное от эфиров От репортажей Съемок Ну чтобы не спугнуть Получается И игрок, конечно, уже более чем квалифицированный За совсем любителя явно не пройдет Но может быть еще и не профессионал Ну полупрофессионал Наверное, как когда-то Семин был Кол Кол Лашдроу гадшоту Фенаргота Лашдроу К сожалению для него Мертвые, к счастью, не закрывающиеся Дележка ваша Действительно достойно Гадшоты возим Для 1600-то достойно Оставил бы больше, он бы не платил Нет, Леонид Прифлоп Рейс оценил 106 разновастными Я, главное, видишь Последние несколько сезонов посмотрел в качестве зрителя интервьюера И я же с открытыми картами это все вижу А, так ты знаешь примерно И мне так Ну нет, как вы играете, я не знаю, откуда я могу Возможно, он и сейчас знает Нет, я там сижу, с открытыми картами смотрю И каждый раз думал, блин, как же можно было так сыграть Ну там же все понятно, ну это же очевидно И потом на интервью спортсмен приходит Я говорю, слушай, ну как же ты смог там выбросить или заколировать Ну это же у тебя же топ-пара, топ-кикер Оно же не выбрасывается А сам сейчас думаю, как, я же сейчас опозорюсь со всей силы А вообще любопытно было как раз за Машей Лаврентьевой смотреть в игре Ну и вот теперь Илья, который задает всем неудобные вопросы и говорит Как ты это выбросил? Почему здесь не переставил? Сидит перед объективами сам Я на ББ был На какой-то трансляции я видел, что в женском турнире девушка имела Стритс-флопа нацию и еще и флэш-дро В нее ставили бэт-бэт-олын И она по риверу все тот же первый нац выкинул В вечернем поке? Не-не, ну на серии в Сочи Может там, конечно, была ошибка в графике Потому что по-другому это объяснить тяжело У женщин своя атмосфера Проверяем ромбики В любом виде спорта Ну мне чаще всего в новом приходит женский теннис, который я больше всего комментировал Я думаю, в покере эта психология присутствует Наверное, даже в большей мере Не-не, наверное, не в этот раз Я вот за всех Все, я сейчас на большом бланде буду, я закончил упражнение поливания Судя по графикам, я за всех переживаю Блин, я уже Илюху раскусил Он когда сейчас ставил 106, у него там пульс под сотку был Сейчас у него спокойно как удав То есть вот он затаился Сейчас в левом Нет, это не как удав Когда пульс приближается к моему году рождения К 54-му? 86-й Это много Нормальный пульс это год рождения моего отца 54-й Я же и сказал Кстати, про Баттера надо отдельно сказать Мы еще совсем недавно славили Павла Который стал первым в истории Двукратным победителем отборочного турнира И мы считали, что такое не скоро повторится И вот буквально в следующем эфире Абунас Баттер, который тоже дважды побеждает Сателлити Хорошо сидит Давай без вот этого Давай Чек Так, лоб 8-8-5 Трое соперников на флопе Чек Спасибо Леониду Он не раз покер комментировал Может это сделать сам за столом Опасный терн Что же произойдет? Так ты хотел что-то Ну, 24-й А так оно и есть Стрит против трипса получился Нет, Илья весь в раздаче Но мои шутки не откликаются Улья двусторонка Кул Арсен слоуплейт свою руку Чек Приплыли тапочки к обраду Проверяем ромбики Давай будем откровенны Если у тебя было бы два ромбика Ты бы знал об этом Я расскажу классную байку сейчас про шахматиста Олехина, которого многие по ошибке называют Олехин 1500 Кол Как говорит Николай Николаевич Дороздов Давайте не будем мешать А просто понаблюдаем Да, стрит против трипса Арсен закалечил Дарью Трипс Сложно выбросить Так вот, Олехин Когда уже владел шахматной короной Мировой Ну тогда же телевидение Пресса, интернета Ну и газета только Мало кто знал, как он выглядит Ну то есть знали, конечно Но не все И где-то в санатории Он отдыхал И к нему подходит мужчина И говорит Уважаемый Не хотите ли в шахмату партейчик Он говорит Давайте Расставляет фигуры Он говорит Олехин говорит Я жертвую вам ладью Как вы можете узнать Что вы можете пожертвовать мне ладью Вы же меня не знаете Он говорит Вы знаете Если бы я не мог пожертвовать вам ладью Я бы вас знал Сказал Олехин Малый Малый Большой Пожалуйста Ну это для тысячи рук Три тысячи Оу Пол Паск Пойдем тогда Давайте посмотрим Ну что остановят здесь Леонида Леонид, а вы нас научите отличать Какая рука для тысячи Какая на восемьсот Какая на тысяча двести Чтобы нам чуть проще было Че? А то и так с позицией не повезло Восемьсот Че так мало? Кол Кол Каждая ставка преследует свою цель А комментировать можно сразу? Или нет? Или кто-нибудь Участвует в раздаче? Участвует в раздаче Вторую попробует поставить Леонид Он не блокирует флэш-дро Он надавливает на восемь иксы Ну и собственно восьмерка выбивает Первая победа Наш профессионал Леонид Начнем с внешнего вида Точнее с одежды Я знаю, что это какой-то специальный мерч Да, здравствуйте Илья Действительно это мерч Покерного фонда Фиат Лаб Чьим представителем я являюсь И вот собственно Демонстрация Сего действия На мне И по-моему Основатель этого фонда Сюда прибыл лично За вас поболеть Да Алексей Вандышев Он же Фиат Специально в 5 утра Выехал с Санкт-Петербурга На Сапсане Я его в 9 утра Встретил Собственно в Москве И мы вместе Отправились сюда На съемки Так что можно сказать С любовью От основателей фонда Мне вот этот подарок Подогнали Насколько его присутствие важно? Да, все равно То есть помогать никак не будет Это и придавать какую-то уверенность И повышать ответственность? Никакого давления И расскажите немножечко сейчас о том Куда движется ваша покерная карьера Больше ли оффлайн Онлайн Сколько стриминга И так далее Прошлый год я вообще не стримил Там у меня буквально Единица стримов была Но в этом году я активно вернулся Более-менее активно стримлю И сейчас вот я как раз нахожусь В покерном фонде Фиатлаб Развиваюсь как игрок Соответственно Ну в онлайне Показываю Какие-то результаты И вот планирую в конце года Даже оффлайн посетить Надеюсь что там тоже будут Какие-то результаты Какие сейчас основные дисциплины Лимиты Я играю в турнирный покер Всю свою карьеру Другие варианты не для меня Только турниры Только победа Только первое место Кубок чемпионов Даже вот я летел сюда на победе И Дмитрий Губерниев Наставлял меня Говорит Победа Победа будет за тобой Мы о спорте еще поговорим А я про боины спросил Это какие сейчас Средние, высокие Я на средних лимитах играю До верхних Ну слишком там все дорого И высоко Не для меня Но есть надежда Или цель Дотянуться до туда? Возможности есть Целей нет Я просто почему Именно вот так вот Про цели спрашиваю И про спорт Грюс Что мы побеседуем Обязательно Потому что Вы самый главный Футбольный агитатор Покерного мира Еще и фанат Тоттенхэма Расскажите о своих Футбольных инициативах Насколько они Кайфовые получаются? Ну у меня из футбольного Последнее Это я Жил некоторое время В Таиланде И у меня там Пожизненный бан На участие В футбольных соревнованиях Потому что я ударил судью Вот при этом За всю мою Футбольную карьеру В России У меня было Всего две желтых карточки За всю мою карьеру Вот сколько мне 36 лет сейчас Но Это все Что нужно знать О тайском футболе Он все-таки Слишком близко Пересекается с Муатаем И другими единоборствами Поэтому я не удержался За дело? Судью за дело Что там произошло? Удалил несправедливо? Нет Ну Я полгода терпел Один и тот же судья Каждую неделю Судил матч И каждый раз Он Был Скажем так Последовательно Непоследовательным В своих решениях И Через полгода Я Очень Сдержанный человек Покерфейс Я не стерпел И Сказал Ну меня же вот так ударили И Дал Да Такого я про Леброньку не знал Даже подсказать Какие цели бывают Какие? Футбол когда-то с ним играл Работать первое А второе? Обмануть Все правильно Жесткий парень Как сказал бы Анатолий Филатов Делает все Жестко А как же вот это Для проверки Давайте еще про Это Про мюрч Расскажем Главное до спиевни дойти Он же в Илью блеф Кстати я думаю Надо пояснить Почему Илью Трипанова Показывают И там и здесь У нас произошла Накладка Один из участников Данного состава Приехал На съемки И у него случился Форс-мажор Буквально за 5 минут До начала Он попросил Всех прощения И уехал И соответственно Илья здесь Выступил Как в спорте говорят В качестве запасного Или лаки лузера Не знаю Насколько Илья лузер Думаю что он лаки Учитывая как у него Развивается Все В его жизни Или больше По крайней мере Искренне Это я ему желаю Ну и вам заодно Всем удача Никогда не помешает Но вот Таким образом Илья Здесь Параллельно Выполняя свою Работу Которая Относится С большой любовью И трепетом Еще и Заменяет Одного из Участников Который Вынужден Был Спешно Ретироваться Надеемся Что у него Тоже все будет В порядке Тем любопытнее Как сможет Илья Трифонов Одновременно И играть И интервью Соперников брать О, блин Кисло Нас Нас Жалко не посмотрю На карту У меня влево Да? Поэтому у тебя там В синим загорался пульс Да? Да Прямо по цвету Да Мы теперь знаем Как смотреть Доезд в пятерки ставишь У меня вторая в пятерке Была очень плакать Там дележка У пятерка Если что Да Пятерка Там пять А там же тут Дама Дама Тут О, и кто из нас Больше выпусков смотрел Я поплыл Я уже поплыл Блин, а как я выбросил Не знаю Не посмотрел на мой пульс Видимо Да ладно Комбинации Илья просто не очень хорошо знает В целом я тоже Путаюсь периодически Особенно когда дележка Не дележка Паз Позорюсь в прямом эфире Смотреть без смс регистрацию Ну че страшно Первый час турнира не выигрывается Но он потом не опозорится А здесь как будет? Четыреста Четыреста Ну, Лебронька лидит Со своей двусторонкой Баттер по гадшоту платит Банк небольшой Стыки очень глубокий Если придет шестерка для него То, конечно, он может выиграть здесь много Против двух пар, условно Которые у оппонента могут оказаться Но здесь уже капитуляции Леонид нацелился на четверку Пятерку этим своим блефом У него еще пошло Какой-никакой на флэш-дро Четерка была Не, ну как в анекдоте Когда Иван Васильевич с Петикой встретились Иван Васильевич весь такой там в золоте Значит, у него замок в Англии Петикой спрашивает Василий Иванович, как так получилось? Только не Иван Васильевич Василий Иванович Василий Иванович Василий Иванович говорит Да это мы в Лондоне играли в покер С джентльменами Да, с джентльменами Говорит, и что? Ну, два джентльмена, говорит, разыгрывают банк И на ривере один говорит У меня пара валетов Другой говорит, а у меня пара дам И они, не вскрываясь, передают, ну, соответственно Друг другу деньги И Василий Иванович спрашивает А почему вы не вскрываетесь? А мы, джентльмены, привыкли верить друг другу на слово И тут мне как потерло Вот что значит умение красиво рассказывать Многие из нас с вами, я думаю, почти все Этот анекдот слышали Минимум 56 раз в своей жизни Но... Рассказывать все, что угодно Что у меня было, что я ждал, что я тянул Вы исполнили Леонида Прозвучало свежо и красиво Рассказывай, что у тебя было В случае чего можно Ты же только одну посмотри Ну, сейчас, что бы ты тройка бы меня увидел Ну, что бы ты Так, давай вот так сделаем Ты хочешь самый престижный вообще турнир? 800 Вечерний покер В втором месте Ну, наверное, если для, скажем так, неподготовленного человека То, наверное, в Лас-Вегасе мировая серия покер Главный турнир И скольки он? С шести-семи дневных? Дневных? Да, ну, что-то такое Семь или даже, может, больше дней идет Больше? Семь дней только до финалки? Ну, там... Там ИТМ, наверное, днев четвертым начинается Ну, я, честно говоря, никогда не был По-моему, по-моему, не в третьем, что ли Это Семин сейчас расскажет Семин, да Миша, вам слово Рекордсменом среди... Я так уже влез Но мой самый дальний проход был пятый день Мейн-эвента В районе 120-го места я вылетел Я не подготовился Семьдесят тысяч, по-моему, там заплатили Что Михаил Семин Это как Леброн Джеймс в баскетболе Как Александр Овечен в хоккей Вот это вот Не знаешь, этот ролик был? На одном государственном канале В семнадцатом году Блин, я найду Я в семнадцатом году работал на... Нет, это было на НТВ Про Михаила Семина? Да Там, когда в Сочи, проходил Миллионс И туда приехали репортеры И как раз у Миши Семина брали интервью И его там обозвали, что это лучший игрок в покер в России Он как Леброн Джеймс в баскетболе Как, по-моему, Александр Овечен в хоккее И там, как Тайгер Вудс в гольфе Ну, пусть будет тысяча людей Калла Пугачева на эстраде Точно Ну, такого не было, но по смыслу верно Как Месси в футболе Передача, по-моему, «Человек и закон» называлась Я там стоял, развалил ручки в сторону и оправдывался Я думаю, что Миша сейчас там Режиссера вставит Вот этот репортаж С флэшбэком А может какая-то другая передача К счастью Ну, а у тебя, расскажи, что сейчас Вот всему честному народу Какие успехи самые главные Чего заносил? Чем гордишься? Да чем горжусь? Просто работяк обычно Гриндер Отец и муж, как обычно, в профилях пишут Я знаю, больше Вот Миша Минтон, да? Уже упомянутый Вот стал популярным стримингом А кто ему программу для стриминга установил? Кто вот этот ключ трансляции ввел? Я Да, я Я сижу уже сейчас А вот этого я тренировал А сейчас он вот Так не только По-моему, еще и Рыбаченко, да? Ну, Рыбаченко тоже помогал А еще кому? Ну, то есть ты такой Как это? Мать Тереза Ну, да Стримерская Мне кажется, что и мне в свое время Лене помогал настраивать стрим Тоже там кого-нибудь, знаешь, потренировал В какой-то момент Ты сейчас смотришь Где-то там уже На орбите А ты вот когда тренируешь Заранее не подписываешь Контракт На всю оставшуюся карьеру Я недавно Один Там Донат Там Пять десятых процентов Самого крупного заноса Твои Нет, такого нет Но я недавно смотрел передачу Какую-то американскую Что-то Фил спешит на помощь Или что-то такое Значит, выпускник Какого-то экономического Там Гарварда Или кого-то Чет Чет Он, значит, помогает Развивать малый бизнес Ну, еще 1500 Вот он для Спортивного магазина И с инвентарем Придумал, значит, бизнес-план Что поскольку Самая Как бы Реклама Которая действенная Для спортивного магазина Это Как со звездой Как какой-то там Ну, контракт Чтобы он представлял Что вот здесь Самая лучшая ракетка Для тенниса Или клюшки для гольфа А поскольку денег У мексиканца Который владел Этим маленьким магазинчиком Не было То он предложил ему Такую схему Что он пойдет Сейчас на детскую площадку Выберет самых Перспективных детей Подпишет С ними контракт И как бы Если они через там Десять лет Двадцать лет Станут звездами То они прорекламируют Этот магазин Ну, соответственно У них уже будет Контракт с этим магазином А детям-то что? Детям двести долларов Двести долларов Двести долларов Но Для того, чтобы начать Свой вот этот Энтертеймент Он, значит Подписал с этим Что он Что с владельцем магазина Он был уже в возрасте Он говорит Вы не умрете За двадцать лет Наш план Наш план Сработает Так, а у меня же малый бой Тысяч Поэтому Но я, к сожалению На тот момент Не думал О таких Долгосрочных планах Надо было В детской песочнице Играть С теннисной ракеткой Деревянной Думаю А в шесть максим Можно ли считать Твою позицию Как MP UTG Under the gun No My position is MP Блин, у меня на три бета смотрится Ну ладно, давай пока В первый час не будем Как я тебе сейчас подсказал Да понял Ну то здесь Идея Что там Придумал Что-то Король валет Разномастно Лучше было, конечно Пока по сеанс Чек Ну да Тут та ситуация Что-ли мы сквизим И стремимся остаться Один на один Или Еще больше надеемся Полдеквити Двукратный победитель Сателлитов Идет в атаку Пас О, я нервничал О, пульс Смотри, пульс Куда в стратосферу Летел Каре Не меньше Меньше Но все равно Лучшая рука Две пары С хорошим кикером У Баттера Второй возвращенец В истории нашей программы То есть спортсмен Который дважды Смог выиграть Отборочный сателлит В чем Стабильный спортсмен В чем секрет успеха В чем секрет такой стабильности Ну я должен сказать Что повезло Ну конечно нет Ну тут секрет простой Вступил в фонд Меня обучают Подсказывают Рассказывают Дисциплину Тыкают Чтобы там Делал все правильно А не Любые две Как-то так И за время Прошедшее С минувшего Ваше участие В вечернем покере Можно было как-то Подкорректировать Стратегию игры Против любителей Было ли это сделано Да Соответственно Учел Нюансы Прошлого Прошлого вылета Сейчас будет Я думаю Что Кубок Ну я надеюсь Несмотря на то Что сам Лебронько За столом Я смотрел его стримы Специально подготовился Посмотрел Как он играет Как он играет Меняет на финалке Как он меняет Стратегию На общих столах Поэтому я чуть Чуть больше готов Чем он Я когда-то Так же говорил Про Зельдура Раз уж Лебронько Тут вспомнил Сравнение Семина с Месси То Сравним Достойно Подорожала Лебро С Виктором Блумом Мы когда комментировали С Лешаном Я вот говорил Многие смеялись Если я с ним буду играть Хедзап У меня шансы неплохие Потому что Я много раздач видел С его участием А он Моих не одной Ну пока Самый короткий стейк 222 больших блайнда Сателлит это жестко Я потому что сам играл Сателлит Так вот Знаешь как мы удивляемся Вот мы любители Когда там Раз Смотришь в сателлите Лебронька Потом там Михаил Петров А еще не зовут Потому что 1200 Михаил Петров был Был А Леброньки не было Сколько? 1200 1200 Ну блайнды выросли Ты не переживай Всего два блайнда У меня рука Представь что это те же 800 Рука красивая 300 Вот я вчера буквально Услышался Что если ты боишься Соперника Надо представить его В детском обличии Тогда не страшно будет Вот тут может со ставками Так же Считать что это Я не знаю Там зимвабийских долларах Так это вообще не в деньгах А это да В каких? Ты что? Ты че? О Или настолько слабая была Ты хотела по Так сказать Попытать удачу? Она красивая Просто Чек Тоже Один из самых любимых чисел В жизни Чек Поз или чисел Чек Вот они покеристы С полуслова понимают фишей И вообще червовый Не червовый Не выгрузил Нет На мастерых 6-9 Зашел бы Илья Чек 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 Попытаю 1500 Кол Туда я пас Так хотел Конечно скрывать Пас Ты что занят? Конечно нет Плюс опять поднялся Не прошел Блев против Арсена Я просто между ними выбрать Не могу 8-6 Это год моего рождения А 6-9 Это все остальное Все остальное А какая вот По-твоему Самая Сексуальная Карта В покере Карта Или рука Ну Не рука А комбинация Прифлоп Прифлоп А это что? Это что такое? Да Это просто Ты озвучил Это рука Какая-то Комбинация А что за карта Ну попробуй Немецкая девственница Для меня Дама 10 Балет Нет Две девятки Найн Найн А-а-а Хорошо Прикольно Пас Пас Есть еще комбинация Большая красотка Пас Пас Угадаетесь? Большая красотка Тус-Тус взял Я одновременно думаю Над ставкой И над комбинацией Так, большая красотка Ну красотка Дама, наверное 1400 Нет Есть как бы Большое пятно Пас Это что? Биг Слик Это Тус Король А, Тус Король А еще знаешь Как называют? Анна Курникова Знаешь почему? Нет Уже выглядит красиво А выигрывает редко Да Я уже поняла Нет, кстати Про Курникова Классно Так и что С толстой красоткой? Не знаю Да почему толстая Большая Ой, большая А было что-то Про толстую или нет? Это Биг Слик Ты имеешь в виду? Большая красотка Это что за рука? Дама Тус? Да А, Дама Тус Да Молодец Дарья Вычислила Молодожены еще хорошие Валет Дама? Нет Король Валет Да Король Валет Что это за молодожен Нельзя такое говорить Осуждаем Чек Чек Забавно А рука Михаила Семина Чек Рука Михаила Семина Она почти такая же Как мужик с топором Только там не мужик А Михаил А Михаил Тысяча двести Тысяча двести Тысяча двести Кстати, я об этом не думал Да, но мой же код Эйс А группа моя называется Эйс Эс Хай Так что Тус с топором Why not? Мужик с топором Это Догадаешь Какие? Две карты? Да Семеркой, видимо, что-то Король семь Король семь А еще есть одна рука Которая Претерпела некоторые изменения Несколько лет назад Какая рука считалась В Казахстане самой сильной? Король три Король три? Казахстан Да Но латинское написание Казахстана Четыре года назад, по-моему Сколько изменили Он теперь пишется не Казахстан А через Кью Квазахстан Да, ладно Я тут не видел Он пишется А, теперь дама три Теперь дама три, конечно Казахи такие Блин, могли бы король даму хотя бы сделать Я этого тоже не знал Казы наши все Так, ну давайте немножко на игру посмотрим Такие интересные диалоги Что мы раздачи прям даже не обсуждаем Менин заранее знал Раз себе набил на руки татуировку Дама три Тысяча двести Тысяча двести Прям дама три? Да, у него дама три Но это у него любимая комбинация То, что он когда-то с ней С ней что-то выиграл Понятно Тысяча двести? Как Дойл Брандс Ваш вопрос поклонник Ауди Кью-3 не так плохо Так, ну давайте тогда обсудим У кого какие любимые комбинации Ну, в смысле Или плюсы Нет Вот там просто звучало Ничего Ну, любимые две карты Наверное, Дама Туз Блин, слепую играл То есть та самая Крупная красота Вот она, да Ой, точно, да Ну, новая лица Ну, потому что два Самая моя нелюбимая Это два короля Потому что они всегда у меня проваливались Вот сколько я не играла Всегда Ну, есть теорема Одного известного покериста По фамилии Шаламов Что если у тебя в руках два короля То на флопе всегда будет туз Подтверждается Там либо надо на префлопе Уже сразу, не знаю Всех распугать Покерные математики Всего мира бьют Чисто бланк забрать А вот дамы Дамы у меня как-то Раньше, по крайней мере Не подводила Дамы у вас хорошо дома получаются Вот, вот, точно Уже три получили У нас тоже хорошо получается Да? У меня две дочки Две? С королями, видать, не очень Так, у нас по 600, да? Ну, 1200 1200 По поводу нелюбви к королям Дарья С Романом Эмилия там у нас Из одной команды Пас Хотя Роман тут и с тузами Пусть будет Три Увы, умудрился вылететь На одной Очень дорогой Финалке В онлайне Всего полторы, да, еще? Как раз вот десяткам Он там проиграл Который сейчас у Финаргота Пас Чуть подозрительно Че так мало? Чтоб не напугать тебя Че так мало Добавить надо Ну Сила позиции Просто туз 4 разномастные Всерого лучше не добавлять Если же очень хочется играть Лучше 4 бет подставить Ну да, в позиции А вдруг туз придет 5000 Пас А сейчас что, позиция не помогала? Перспектив никаких В целом или конкретно Мог собрать флэш до 4 Но победил в итоге Финаргот Дим, в первой игре здесь На вечернем покере По-моему, не очень Не повезло с компанией Были одни футболисты Сейчас из футбольного мира Только Дарья Карпина И то ее можно Скорее к музыкальному отнести И еще два музыканта есть Будет проще? Да, я не знаю Я люблю футбол Я нашел общий язык С Дмитрием Горделенко Мы обменивались с ним Прямо нашими затеями Потому как кикнуть Пашу Занузина Поэтому Ну тут нужно поискать себе Тоже товарищей, так сказать Ну вам не удалось его кикнуть? Не удалось Но что поделать Не всегда же удается Все, что хочешь Здесь будете искать Союзников каких-то? Попробую Ну врагов точно Иду, наверное А если про союзников Говорить, то Надежда на кого? Может быть на Леброньку? Может быть, кстати Мне друг про него писал Который покером занимается Сказал, что с ним нужно Осторожно И нужно делать так, так, так А вот так не делать Лично ваши покерные навыки Насколько с предыдущей игры Улучшились? Где-то, может быть Какие-то новые приемы изучили? Ну Разве что на 2-3 Стал чаще Ол-ин ставить При флопа Не знаю По дисциплинировании стал А вообще цель спортивная Есть такая амбиция? Победить в этой игре Завоевать Вот этот трофей? А я всегда только ради победы играю Нет смысла для меня Просто прийти И там что-то посвятить Столько победы Вот финал года, кстати Интересно с Вудушем было бы Вместе повидать Кто из них как стример Покерист круче Так, у нас 360 Они Ну, по-моему, все-таки Разные дисциплины у них, да? А, я думаю Я вот смотрю Так, сейчас, чтобы понять Чуть лучше Дмитрий Можно на ты А какой у тебя любимый? Какой у тебя любимый? Или кто из вас хорошо Разбирается Пересекались у нас В битвах В Валет 4 В Доте, да? В Валет 4 В Удуши Доминировал В фенаргот Пас Нет, Тус 4 выкинул Пас Пас Бой Ну, это 1200 1200 Снова сила позиции Идет в бой Телевизионный канал Сила после прихода Ильи Трифонов Сила позиции Не жалко О, теперь уже Илья Безалтов И еще 1200 1200 Недорого Представь, там тугрики, да, какие-то? Когда тебя так уговаривают Сейчас он подожди Сейчас ромбики пойдет проверять Не, я думаю У меня Я в мертвую сейчас как бы сижу У меня есть шансы на усиление На этой доске По рукам мы уже поняли Не, ну, с другой стороны, не жалко Шанс на усиление есть Но это усиление не поможет Это добрая кола, правильно? Добрая кола Да 1200 1200 Да А это уже засчитывается? Кол Я только хотел мисклик изобразить Ну, пожалуйста, пожалуйста Не жалко Кол Оказывается, кажется Ой-ой Я думал, ты попросишь карту покажать За щедро ты мне воздастся Да ровно Я тебя попрошу А тут и валет 4 Любимый старт Что там тебе такое приходится Валет 4 Ну, очевидно Валет 4 Не, ну Слышь до четверки Далековато вроде они Друг от друга Нет, ну это вопрос Почему У каждого Свои, наверное, причины Почему У него такая любимая Рука Тоже что-то выиграл с ней, не? Не, обычно Просто в общем Ну, люблю Да Мои вкусы специфичны Любить до ненависти Любить Дмитрий пошутить Да, то король с валетом У него была до жены То валет 4 Хоть он с ними проигрывает То любимый рука А ты не одинок в этом Так, просто кол? И два то за Тоже люблю Я тогда выбросить не могу Кол Я понимаю, что это не оригинально Валет 9 Не оригинально У кого-то валет 9 Чуть ли не уиннера, по-моему Не знаю У нас нету какой-то, знаешь Как бы Сообщества любителей валет 9 Что мы там собираемся По Давай я тебя огорчу Давай я тебя огорчу Сообщества любителей валет 9 есть Но ты в нем не состоишь Потому что членский взрослый не заплатил По-прежнему Чек Чек Ну просто свалить 9 невозможно На членский взрослый выиграть Чек 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 Мне кажется, Летрифонов Поддавливает Лугунова Годится Достаточно Уверенная победа В целом лучше дружить С профессионалами за столом Создавая определенный пакт О ненападении Я вот, кстати, сейчас приз полнился Немножко мастерство подросло Я понял, что На самом деле Ну, рука важна Но Как бы Если уметь играть без руки То То тоже интересно Физически Ну, физически, да Кстати, есть Стример, который Без зрения играет Недавно Выпал джекпот Кстати В этом он В мистере баунти Выиграл Какой-то Пас Пятьсот Паунти Нет, семьсот Семь семь тысяч Паунти Семь семь тысяч А пятьсот тысяч Выиграл Это Один 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 Регулярный игрок Пас Проживает Сейчас По-моему В Черногории Большие баунти Да Выпадают Как-то преимущественно Профессионалам Сидишь Так Завича Смотришь И думаешь Ну, конечно Им нужнее Ну, кол тоже Чем нам Простым Любителям Чек Чек Тысяча двести Тысяча двести Донгбет Что ли? Я Поставлю Лид Чем Лида Отличается От Донгбет Для Донга На предыдущей улице Должна была быть Агрессия От его соперника А для Лида Достаточно чека Две четыреста Лимба Две тысячи четыреста Для Лида Я ничего не понял Все молчали Ты первый поставил На какой предыдущей улице Был рейс Рейс Кол Но Была агрессия На предыдущей улице Поэтому мое действие Это Донг Если был бы кол Или чек На предыдущей улице Ну, например, если бы Между Терном и Ривером Три шестьсот Три тысячи шестьсот Кол Кол Две пары Показывайте Разница просто в том Что когда кто-то До тебя Рейзил Считает Что он будет Дел ставку Продолжений Донгбет Как последняя ставка Интерпретируется Что мы Разгоняем банк Вне очереди Когда Соперник бы Наши так поставил Небольшой глоссарий Нет, тут интересно 400-800 Малый Большой Б Самая распространенная У любителей Ошибка Это то, что Ставка Три ББ Это три ББ Самая распространенная Ну, созвучно Произносится И слышится Я в 2018 Узнал, что это не так С тех пор Немного изменилось Ничего не изменилось Три ББ Так и остались Три ББ Раз Раз Ого Ну Не какая там Ни немецкая дева Ни большая дама Она тоже Неплохая рука У Дарьи Такую можно Долго пересматривать И Дарья все равно Играет через Уравнивание Большого блайнда Не через рейс Вошел Со свистом? Да Со свистом Выдох Хожу с уважением Вечер в хату Интересно По совпадению Есть и у Батера И у Леонида И никто из них Не ожидает Что Дарья там А это уже лид Два туза Быстро учишься Да Это лид Здесь Никто до флопа Не рейзил Соответственно Мы не ждем Здесь ставки Продолжения А просто Первыми Идем в атаку На флопе Чек Чек 1600 Ну есть конечно У Дарьи Здесь флэш-дро Мне кажется Что нельзя Штерку выбрасывать А блайнды Какие сейчас? 480 Но если Леонид Считает Что Дарья Вообще не блефует Он пока не знает Как она играет Но мне кажется Что паса здесь нет Смотрит 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 Ты будешь выходить Из этой раздачи Вот Не обманул Профессионал Молодец Как он этот пас нашел Ну Первая победа За Дарьей Дарья Очень неожиданно И безумно приятно Видеть у нас в гостях Вас С чего началось Ваше увлечение Покером Насколько оно велико Ну я просто Начала играть С друзьями На вечеринке Мне показали Объяснили какие-то правила И меня очень затянуло Потому что мне Нравится вот этот эффект Когда можно Всех обмануть Давно ли это было? 10 лет назад А То есть настолько давно И с тех пор Насколько регулярно? Раньше Раз в неделю Уходила прям В такой закрытый клуб Потом переехали В Ростов И уже вот Когда приезжаю Домой Тогда Все равно Обязательно бегу А Валерий Георгиевич Играет? Со мной теперь ходит Да А то есть вы его подсадили? Да Да Я его подсадила Мы когда возвращаемся домой Всегда ходим В компанию В определенную Слушайте Но он такой Самец Брутал Знатный тролль Насколько уверенно Он чувствует себя С картами и фишками В руках Слишком уверенно Он конечно Более рискованный Чем я Я все-таки Так поосторожнее Играю Чем он И не могу Не спросить Про то Что Вот у вас Получается Три псдам уже Да Три девочки Да За мальчика Боретесь Будет у нас Валет Или король В будущем Очень хотелось бы Да Надеемся Это шоу Видели Смотрели Где-то на ютубе Ознакомились Да Да Конечно Смотрела И каковы ожидания Мои ожидания Мои проблемы Поэтому Как пойдет Пока идет Неплохо И мы видим Что Дарья Себя чувствует Сверх уверенно Ну Окей Там Может быть Нужны рейзы Возможно Блефы Но может все это Еще впереди С тузами Конечно Можно рейз играть Ну А то что вы видите Совершенно Комфортное обращение С фишками Понимание Терминологии Да и Конечно Пусть и нечастый Но десятилетний Опыт за плечами Игры Покер Ясно Что домашняя игра На кухне Отличается Ну И не болеть За Дарью Невозможно Пояду причин В том числе Конечно То есть Что девушек Всегда Дефицит И Хочется Чтобы Они у нас Присутствовали Как можно чаще Готовятся Очень сильно Рукой Набиваем Кол Кол Че просто так Сидеть Федор Конюхов Цитаты Великих людей Че дом Сидеть Пойду Кругосветку Сгоняю Лебронько Палит Контору Тут Ромбики Не помогут Что-то Сердечки Ничего себе Вот это Донгбет Потому что Можно было Ожидать Ставку Продолжения Ильи Трифонова Че-то уже Много Вот Кстати Дарья Демонстрирует Дисциплину Да У нее Совпадение Но Понимает Что против Троих Оппонентов Лучше Сдастся Или Простое Решение Кол Здесь Нет смысла Рейзить Ну да Там Может Догазаться Флэш-дро Но у нас Не такая Суперсильная Рука И от Арсена Пас хороший Против Двоих Оппонентов Здесь Десятками Нам идти Часто У кого-то Окажется Туз У кого-то Может быть Флэш-дро Сцеты Тоже Никто Не отменял Опа Илья Перекупает Дмитрия Семь Но у того Флэш-дро Есть Какие цифры Здесь Уже Есть Доводы И за Рейс Ну В позиции Кол Нормально Плюс Тэшоу Я не думаю Что Илья Здесь горит Желанием Там Быстро Всех Раскидать А Ирина Как мы уже Отмечали Привыкли За последнее Время У нас Не хуже Яна Раздает Всякие Кулеры Флэш Против Двух Пар Ой-ой-ой Почему же Чек Илья Быстро Чекает Не сработала Ловушка Сдаёт На Тернея Старший Сейчас Михаил Ой-ой-ой Какой ривер Произошёл переезд Переезда Переезда Чё страшно Я чем быстрее вылечу Тем проще будет интервью брать Все Так Надо посчитать Сколько А получается Будешь брать Тайку за четвёртым боксом Интервью И как ты это будешь Кивать буду Буду задавать вопросы И кивать Замонсируешь потом Доставим это Михаил Будет эффектно Так Ну чё У меня теперь Пушфолдный Получается Всё Что у тебя Хочется Ну это Не обращается Сейчас Обращается Когда Алл-ин услышишь Что стек Его настолько Мал Что ему Остаётся Только ставить Алл-ин Либо выкидывать Карты в пас И не сможет Он больше Вот этого Три тысячи Давать Ну понятно Голить Вот это Так сказать Создавать движуху Не сможет Только Алл-ин Да У Ильи Остались Жалкие 105 Больших Блайндов Можно Просто Выходить Из-за Стола И сдаваться Со свистом Логично 1600 1600 Лебронька Троллит Илью За Брифовые Рейзы Нет Это Ой-ой-ой Переходит Только Кол У нас там 5000 Руки было Так Два Получается Да 6000 Руки Даже Был Кол Мне еще Надо Вот Чем я Зашел Там Вроде Один Большой Блайн Доставить Не так Дорого Но 10-5 Разномастные Слишком Плохо Будут Играть Против Троих Чек 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 Две Две Тысяч Чек Ромбики Не пришли А возвращаясь к ведущей раздаче Ну там все-таки бэкдорный флэш докатился Сложно ожидать блефа и до флопа Илья Рейзил Скорее все-таки он нам заплатит с каким-то тузом хуже Нежели чем он А Поставит сам Б Даже если поставит Заплатит наш Чек Рейс Поэтому Конечно С 9-3 флэш Надо было ставить ривер Самим Хотя прием Чек Рейс С Натсом Довольно Сильная И хитрая игра Так упал, так и пульс провалился 50 48 Синим загорелось Еще вроде карты не дали Я умираю, смотри, 42 А ты что, там пережал себе? Или что? Руки Вот они Ну наконец-то 40 Типа максимально Получается Можешь газовать? Максимально Не, ну может был Скачок Будешь резить? Да не Мне не Он отправился на стол Понялся Спортивную Какую-то Ой Кто у нас там Улегся на стол Это тебе такая Тяжелая рука пришла? Если б тяжелая рука Ты б сейчас увидел Гору фишек Рука очень легкая Как говорят покеристы Играет сама себя Чек Чек Тысячи Тысяча Пас 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 А сейчас Амаха В переговорной Там люди С открытыми картами Снут? Да То есть я могу потом спросить Что там было у кого? Ну там есть кодекс Там нельзя Нельзя, да Там даже без задержек Там без задержек Нет, задержка есть Небольшая Чисто техническая Чисто техническая Да нет, играть веселее Играть веселее, чем смотреть Я буду вообще Грустно, потому что Значит ты вылетел Именно будучи участником Пойти туда и смотреть И на сцену выходит он Ну сейчас понятно, что зашло На тебе, Илья Туз 7 победят всегда Кто там рассказывал про теорему Шаламова, что если у тебя два короля, всегда туз выходит на флопе 2600 И это, кстати, обсуждали и прошлый раз на доске с тузом, но там королей ни у кого не было, а вот сейчас именно тот самый момент Инер точно что-то в покере понимает, но это не точно Маленькую поставил на флопе защитную Ну или я сейчас еще один хочет блокбет поставить, чтобы добрать иногда с валета и меньше проиграть тузу Да подарю, говорю Блокингбет Кол, показывай Теорема Шаламова Теорема Михаила Семера Че ты не слушаешь А всегда они обкакиваются Не, ну это Правильно сказал блокбет Я поставил 2000, чтобы больше не было Почему Ты прохер на Михаила Семена Туз 7, ну ясно же было Извратительная эта карта И скинуть Рука не поднимается И не выигрывает Как говорит Алексей Вандышев Здесь нужна терпешка И только терпешка Алексей Вандышев приехал специально из Санкт-Петербурга поддержать Леброньку Неужели это настолько важно? Конечно, Леонид Лебронька это легенда русского покера Ну еще это наш игрок и преподаватель Фиатлаб Вот Я его давно знаю Сегодня утром первый раз увидел Вот на вокзале встретились Прекрасный стример Буду за него всей душой болеть Топить Там карты натирать Подбегать Если надо будет В общем По полной будет Слушайте, но в игре с любителями В первую очередь Точнее не в первую Одну из ведущих ролей играет терпение Потому что нужно дождаться какой-то комбинации Чтобы забрать стэк Так ли это? Так и есть Я это называю терпешка Дисциплина Это в покере очень важно Это по-моему Ваш главный козырь Потому что 4 года Вам пришлось терпеть игру в абсолютный ноль Чтобы потом стать чемпионом мира Сорвать 2,5 миллиона И браслет Еще поделитесь секретом терпения Терпешки Да, 2,5 я получил не целиком У меня было 20% Ну просто Я всегда всем говорил Когда меня спрашивали Сколько можно это терпеть Я говорю Покер мне должен очень много денег Это я говорил с 2014 по 2018 год Вот в 2021 году стал чемпионом мира Но я много-много-много работал Но я больше, может, ничего и не умею Поэтому Еще я приехал, чтобы рассказать о нашем фильме Который снял режиссер Роман Михайлов Гениальный Называется «Поедем с тобой в Макао» И в декабре уже будет премьера Приходите Вы узнаете подробности позже А так сейчас-то покер все долги отдал Или до сих пор что-то торчит? Ну, я думаю, немножко должен еще, но не сильно Кстати, в этом фильме, который Алексей прорекромировал сейчас Сам Илья Городецкий снимался Около окна Так что я, конечно, этот фильм Смотреть не буду Ну, Алексей реально красавчик Чемпион мира Поддержать Леброньку Хотя, видите, Леонид сказал, что присутствие Думаю Ему здесь абсолютно индифферентно Ну, с точки зрения качества игры Так, я думаю Рад, Леонид Его здесь видеть Так, ну, призовая игра выпала Илье Причем тоже Я не знаю, что это Не то чтобы эффект бабочки Что-то кармическое Ну, вот Дарья ему сказала, что Короли проигрывают всегда Спасибо А вот с дамами вроде бы получается неплохо С королями Илья проиграл Раз Выиграет ли он с дамами раздачу? О, не, на разочек-то можно Конечно, можно Король 4, валет 4 А помните, валет 4 Финаргот просто грузит, что его любимая рука Сами Раз Я призван в первый час игры повысить зрелищность Потом брать интервью Валет 4, любимая рука Финаргота И с ним всегда проигрывает А выиграют ли дамы? Похоже, что да Теорема Дарьи Карпиной Не хуже, чем аксиома Пожалуй, что уже так, Михаила Шаламова Потому что То, что туз на флопе Всегда у тебя короли Это доказано Нормально Ладно, что-то Как будто блефовал Ну, покажи двух дам, Илья Диалог будет интересный Будет подтверждение слов Дарьи Боялся, что у меня ничего нету Она скажет Леонид отлично читает В телцах неплохо разбирается Пока я чуть ни разу не обновнул Илья Леброньку Так, ну, одна приятная раздача не компенсирует Леонид отлично Леонид, я думаю, пойдет сейчас воспитывать Илью Что-то тут Каждую руку Рейс, рейс, рейс Или трибет Вполне можно Здесь нас квизом Но тоже решил, что пока в такой глубине Лучше с мастевым тузом просто СБ Чек Чек Он примерно равен твоему диапазону рейса на катоть Поэтому там У тебя позиции нет Чек А как же мастерство, ты не доцениешь Чек Чек Можно было здесь стоять через лиц играть У нас пара и флэш-дро Илья считает, что там есть кармашки Есть дама валет, король дама Ну здесь уже маленькую, да Здесь уже точно надо сто захая пробовать добирать Пас Дядя-то дама три Показывайте-ка Вроде ничего не совпало Ну я бы тогда по пятерке побоялся скрывать Сейчас думаю, может и захватить Ну, как уже, я уже понимаю Что только теперь хороший Но меня это нисколько не выводит из равновесия Да, да, я наблюдаю Так бывает, вроде Илье заходит больше всего сильных рук Короли, дамы Какие-то там тузы мастевые, разномасты он, правда, тоже открывает Не сказать, что что-то очень плохое делал, но Батки большие играет А фишек меньше, чем стартовый стэк Вообще сейчас на последнем месте Илья по стэку И опять идет в атаку У него уже под 70 Випи-Айпи Ну я уверен, что опять Илья это делал с какой-то играбельной рукой А не дабы покрасоваться на публику Ну, конечно же, на 6 макс столе мы открываем Тем более, где 3 соперника-любители Опа, двустороночка Чек Две тысячи В такую доску мы чаще должны играть от чека Из минусов, когда Илья врата Если верить в диапазон Молчит Мне надо с такси Все молчат И не ведет, так сказать Корпоратив Корпоратив Не, ну вы давайте перехватывайте Как-то вот немножечко инициативу Не знаю Можете спеть что-нибудь Рано Я слышал, здесь люди есть, которые умеют И я как раз Сначала какой-нибудь сорвать к уши И тогда уже запеть Ну, действительно, Арсен споет У меня такое место, что здесь не то, чтобы петь Здесь дышать тяжело, в принципе Между двумя такими ребятами Арсен, давайте поговорим немножко про творчество Потому что с вашего последнего визита сюда на вечерний покер Прошло уже 2 года Что изменилось с тех пор? Чем вы в первую очередь гордитесь? Ой, насчет гордитесь Это, конечно, сложно сказать Будет вот так, сходу За 2 года Произошло достаточно много всего Сейчас я состою в лейбле Quake Music Мы работаем вместе с продюсером Марком Джакомо Выпускаем музыку В целом все своим чередом Следите А здесь можно просто прорекламировать Что-то Какой-то трек, может быть Какой-то концерт Какой-то альбом Ну, у нас буквально Недавно вышла песня с Ромой Каграманом Ну, как относительно недавно Месяца полтора назад Поэтому Заходите, слушайте Везде, на всех площадках А он там поет или рожи корчит? Поет Если бы он корчил рожи Наверное, в аудиодорожке Это не сильно отображалось бы Ну, есть же клип Клипа, к сожалению, пока нет А, вот И мы пожелаем вам поработать над клипом Удачно и успешно Покерные дела Как обстоят за последние 2 года Насколько Не знаю Ваши друзья Стали испытывать меньше желания С вами играть Потому что Оу-оу Покерные Супер-медиа-звезда Ну, на самом деле Последние 2 года К сожалению Играю сильно реже Чем раньше Вот Как-то Пыл у друзей подугас А оффлайн Я больше Ну, ни с кем так особо не играю Поэтому К сожалению Вот навык Как-то, мне кажется Подрастерял Сейчас узнаем А на что тогда надеяться В сегодняшней игре? Ну, госпожу Фортуну Исключительно У меня память плохая Но Если я не ошибаюсь Именно Арсен Тогда очень круто Пашу Черемисина Заблефовал в финале Когда Паша Выбросил Тузов Можем перемешаться Посмотрев Одну карту У Арсена Я согласен Кол Кол Выкину Пас Кас Кол Кол Понятно 1600 1600 Не, я помню Когда я первый раз Сыграл здесь В 2021 году Я Дико волновался Мне не повезло С составом Потому что тогда Что-то дофига Кто не смог И в итоге играли Артур Мартиросян Ну, Цепеличик Артур Мартиросян Артур Восканян Радио Ромашка Три Илья Трифонов Да И Шота Гаргадзе Который юрист Который тоже Агрессивный Пять человек Которые прям вообще Артур Мартиросян Сателичик Потом У нас Примерно Ну, то есть Ну Ну Говорят, Артур Там около нуля Катает А Сателичик Уже в плюс скатал А Сателичик В плюс Я думал Бог знает Когда позовут В следующий раз И я сидел Хорошо у меня Артур Мартиросян Был справа Я на него в позе Можно было Там Пониматься Очень широко Что-то Подтребачивать Изредка Волновался Да Там Илья Даже по-моему По Тускай Как-то Спрактрил Всех В интервью Критикую Критикую А сейчас Сам он позорит Нет Нормально Илья Первый час Провел Очень достойно В целом Игра Хорошая Спокойная Комфортная Но Время пролетело Незаметно Потому что Первая программа Тем спасибо Ждем Дальше Хочешь Я у тебя Раду Госпожа Удача Тут всегда Где-то Рядом Дилер С Голодой Мысли приводят Порядок Не пытайтесь Критиковать Мои пороки Я игрок И по жизни Мне все Покер Мне все Покер Я в плюсе Я на подъеме Это азарт Ты настоящая Страсть Я уже в финале Этот банк огромен Я его заберу Конкретно Заходит масть Критиковать Критиковать